Приветствую вас и вы пишете, что замкнули в себе и далее приводите ряд симптомов, которые могут свидетельствовать о нескольких неприятных для вас состояний. Если такое с вами происходит недавно, то есть не все время, а вот только лишь последние какие-то дни, то можно говорить о том, что у вас имеется депрессивное состояние. Депрессивное состояние вызвано большим количеством негатива в вашей жизни, депрессивное состояние вызвано вашими собственными негативными установками, и если ничего с этим не делать, то, соответственно, депрессивное состояние может перерасти в депрессию. Чтобы этого не произошло, нужно разбираться с корнем того, что у вас случилось. Есть и другой вариант, другая сторона тех обстоятельств, которые вы описываете. Эта сторона раскрывается через понятие комплекс. То есть у вас какие-то обстоятельства, группа обстоятельств подкосила уверенность в себе, и вы стали испытывать проблемы с общением с другими людьми, вы стали испытывать проблемы с подбором интересных фраз и так далее. То есть вы внезапно обратили внимание на то, что раньше для вас было вполне себе естественно. То есть если раньше вы общаетесь нормально, вы не задумывались над тем, какие нужно подбирать слова, что говорить и так далее, то сейчас вы испытываете в этом неуверенность. И вот очень важно, чтобы вы могли на данный момент, на данном этапе, понять для себя одну главную вещь. Что вы интерпретировали какие-то обстоятельства в своей жизни так, что она, эта ваша интерпретация, повлекла за собой изменение вашей самооценки. Изменение вашего самосознания по отношению с другими людьми. На деле это неправильно, потому что если вам обратились внимание на какие-то ваши недостатки, и вы стали о них, например, чаще думать, то это не значит, что сами недостатки стали у вас больше или более ясными. Нет. На самом деле это означает только то, что вы раньше не придавали этому значения и жили совершенно спокойно. Но если появился сейчас комплекс, а он появляется в результате довольно приличного количества элементов, обстоятельств, то вам от него нужно избавляться. И в первую очередь выразить то, что стало причиной. То есть основная причина, по которой образуется комплекс, это невозможно в нужный актуальный момент выразить эмоции по этому поводу. То есть высказать, оформить тот страх, который у вас сейчас есть. Или то отторжение, тот негатив, который у вас сейчас есть. Невозможность его выразить влечет за собой влияние этих переживаний на ваше поведение. Вот и давайте попробуем начать с того, что вы скажете. Было время, когда все у вас было хорошо. Было время, когда вы не были зажарнуты в себе. Было время, когда вы совершенно спокойно общались с людьми, да, и не старались побыстрее уйти от разговора. А потом и что-то произошло. Что-то, что поменяло ваше поведение. Обратить внимание стоит не только на то, что именно произошло, но и на ваше переживание, ваше чувство. На то, на что было обращено ваше внимание в первую очередь. И на то, насколько данная ситуация противоречит вашим желаниям. Почему так важен последний пункт? Потому что предположим, что вы общались с людьми, но делали это не то, чтобы против воли, не то, чтобы насильно, но без особого желания. А сейчас, после того, что с вами произошло, вы потеряли мотивацию общаться с людьми. То есть, в таком случае получается, что у вас изначально не было особого желания общаться, но вы общались, пока обстоятельства не лишили вас средства для общения с людьми. И вы перестали это делать. И поиск средств в данном случае невозможен до сих пор, пока вы не хотите сами общаться. То есть, вы говорите, что вы желаете побыть один. Вы стараетесь быть в одиночестве. Вопрос в том, почему. Какая мотивационная составляющая имеет место быть в том, что вы желаете побыть один. Если это вынужденное одиночество, то, соответственно, нужно выявлять те обстоятельства, те препятствия, которые стоят на пути к тому, чтобы вы не были одиноки. Если это уединение, то есть, сильнобравленное осознанное стремление к одиночеству, значит, вам это для чего-то нужно. И тогда нужно понять, чего вы пытаетесь достичь через одиночество. Может быть, вы хотите что-то для себя понять новое. Может быть, вы как-то хотите переосмыслить свою жизнь и так далее. В этом нет ничего плохого. Но нужно четко понимать, что с вами происходит. Когда это понимание будет, можно будет предложить вам рекомендации, направления работы над собой, в том числе и со специалистом, чтобы помочь вам избавиться от этого не очень приятного болезненного состояния, как я думаю. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи! Отлично! Спасибо! Спасибо! Спасибо!